Давайте посмотрим, как Салат Вилаев забивал в первом периоде, как работало наше первое звено. И атака, как мы видим, 3 в 3. Наша тройка нападения. Ну и давайте посмотрим, что дальше. Здесь по этой ситуации пока не... Я здесь как бы хотел, Артем, отметить то, что видите, прохождение средней зоны быстрое. Потеря на синей линии шайбы не было, что очень важно. Мы, получается, углубляемся в зону. Омар хорошо здесь разобрался. Дальше смотрим. Видите? Бросок из-под игрока. Берегов шайбы ловит на себя. Опять же, Омарка надо отметить то, что он подбирает шайбу, выводит ее на оперативный простор. Ну и нападающий, кстати, хочу отметить то, что во время первого броска Омарка он стоял вот отсюда. Видите? Вот он стоит. Видите где? Видите? Он, получается, с игроком стоит. Да, на пятачке. Да, там метр до... Василия Кошечкина. Но после того, как Омарк пошел подбирать шайбочку, после броска пошел подбирать шайбочку, он не растерялся, а отошел на дальний пятак, понимаете, на свободное место. Открылся под бросочек. Видите? Не растерялся. Да, вот внимательно глядаем за действием. Возвратился на дальний пятак. И бросил. Что очень важно, сразу же бросил, не стал размышлять, обрабатывать шайбу. Хорошо попал и, получается, Василий не из-под защитника не видел. Да, антипин там бы. Еще раз момент. С этого ракурса. Ну и давайте посмотрим на второй гол, который у него все забили. Снова те же действующие лица. Линос Сумарк, Андреас Энкест. И, похоже, функцию Энкест выполнял, что и в этом моменте сначала на пятаке находился, но на этот раз выполнил эту функцию до конца. Здесь я хотел бы в начале атаки отметить длинный пас из своей зоны Кольцова. Получается, Григоренко тоже на синей линии ее на дальний получил. Углубился в зону. Свел на себя двоих игроков. Видите? Первый защитничек на нем сидит. Хотя дал им оперативный простор, чтобы подать. Второй защитничек. Это вроде антипин, да? И зрячий отдал пас. Дальше. Видите? Здесь вообще получилось 3-2. Но здесь, как говорится, передача не получилась. Но если бы получилось, Энкест бы тогда в чистую забил бы. А передача не получилась. Омарка. Получается, там был маленький рикошет. И здесь на нашу удачу, как говорится, на наше счастье, антипин сам себе футбольным. Элементом забил. Гол. Третий гол, который в этом матче оказался воротом Василия Кошечкина. Напомню, автором его стал ТМ Картиканин. Вот первый такой звоночек. Не сумел шайбу за воротом остановить Кошечкин. Шайба ушла в угол, где Картиканин навязал борьбу. Выиграл. Стоп. Выиграл, да, я диссимо отдал. Вот здесь, получается, они сделали крест. Слили защитников и нападающего между собой. Смотрим дальше. Картиканин. Выбирается на позицию для броска. Неудачно играет Кошечкин-Клешка и шайба в ворот. Ну, я считаю здесь то, что ключевой момент был, во-первых, на усах наши ребята шайбу перехватили. Потом закружили, так сказать, карусель. И вот этот скрест, где защитники с нападающим, ну, столкнули. Получается, потеряли игрока. Один игрок спокойно выезжал на оперативный просторный ворот. Продолжаем разбирать моменты. И на очереди следующий из них. Это большинство Салавата. Здесь мы видим передачи, раскачивающие оборону, чтобы они или спускались, или выходили ближе к нашей синей линии. Здесь Логинов хорошо передачу отдал. Зрячих разобрались. И, видимо, то, что наши опять вываливают то, что они хотели сделать. Они разменялись, получается, вот в этой части. То, что они хотели одного лишнего, они подвели это все к воротам. До этого, мы помним, тоже было удаление, где кольцов Кирилл сделал очень огромную паузу, уехал. Ну, там действительно Кошечкин очень хорошо в движении. А в этом моменте уже, получается, Кирилл бросил и попал, куда ему надо. Точнее, куда нам надо. Хотелось бы поздравить его с голом, с первым в этом сезоне. И, видите, гол номер 4 он забил, его любимый номер. Я думаю, этот гол он посвящает своему сыну, день рождения был. Первая шайба в ворота нашей команды. Антон Лазарев опять находится в центре внимания. Давайте остановим, да. Здесь, получается, есть писаные, не писаные законы хоккея. Потеряй зубы, но шайба должна выйти из зоны. За синюю линию хотя бы 1 сантиметр. Это, получается, всем игрокам противника. То есть, в Магнитогорск надо будет выйти за синюю линию. Правильно? Здесь мы дальше смотрим. Ну, Лазарев играет поперек. Стоп опять, да. Кому передача, зачем передача. Тем более, мы помним то, что в начале второго периода у него такой же момент был спорный. Шайба была у него, ну, так сказать, в руках. Шайба была в руках, распорядился. Здесь опять такое же распоряжение. Начали играть в академический хоккей в своей зоне. Про что мы с вами Артема говорили. Смотрим, что из этого получается. Раз, два, три. Ну, соперник не обращает таких моментов. Немножко заигрались, потому что до этого было у Салавата очень удачный отрезок, как бы шайба из зоны не выходила. С этой троечкой нельзя, Артем, играть. Да, здесь нельзя терять концентрацию ни на секунду. Ну и продолжаем, продолжаем разбирать эпизоды из второго периода. Преимущества численные сейчас у магнитки. Артем, перебью. Хотелось бы отметить, вот смотрите, передача, получается, дает Зарипову Мазякин. Видите, да, все внимание переходит на Зарипова. Правильно, и он крадется, как бы, как действительно, не зря у них на майке лисы нарисованы, как хитрый лис крадется на оперативный простор, про него забывают наши ребята. Да, все, внимание на Зарипова шайбы, Мазякин там один, предается на дальней штанге. Вот, видите, и как говорится, мастера такого класса даже бывает, промахиваются. Смотрите, ворота пустые, Светберг выкатился, и Светберг такое ощущение, что забыл, что там Мазякин. Ворота открыты. Артем, мы с вами помним, он только что в первом периоде попал в штанг, правильно? Между синий и усами, как вы говорите. А здесь, видите, метр до ворота, как бывает. Да, вот здесь простили нас магнитогорцын. Давайте посмотрим, как мы не простили магнитку. Пятая шайба оказалась в воротах хозяев. Здесь мне удалось выбросить шайбу из зоны Береглазову, и вот что после этого началось. Ну, здесь мы видим, как бы, игроки все наши разобраны были, отдали пустому игроку. Он движется дальше. Дальше посмотрим, что будет. Ну, и вот начал. Здесь, конечно, Прохоркин хорошо разобрался. Тоже вышел на оперативный простор. И, про что в первом периоде с вами Артем говорили, то, что действительно у Василия очень хорошая техника. Ну, я имею в виду воротарская, и растяжка. Но все равно вот этот уголочек, эти миллиметры Прохоркин вытащил. Молодец. Ну, и давайте посмотрим, как Салават второй в этом матче пропустил. За две минуты до конца буквально это произошло. Снова, снова здесь забыли про мазяки. Ну, здесь мы видим, стоп. Здесь мы, конечно, видим то, что была проиграна борьба нашими игроками на полборта. Так сказать, первый, второй, третий раз. И потом здесь была потеря, опять сказать можно, Артем, бдительности, потеря игроков. Академический хоккей опять, видите, да? Отметил бы Диму Макарова. Вроде бы он, ну, если кадры маленько сделать назад, он посмотрел, увидел, где с дальнего, как говорится, со средней зоны поехал тот же самый Мазякин. Мазякин, ну, почему-то он не обратил внимания, стой здесь, куда ты поехал. А он начал двигаться сюда. А ему надо было просто разменяться, так сказать, в один-в-один с Мазякиным. И здесь бы уже нас, получается, в три-в-три играли бы. Ну, вот уже не в первый раз мы об этом говорим, но вот в это разное... Первый раз у нас простил. И в первом периоде то же самое мы говорили. Да, у нас простил Мазякин. А здесь нет. Вот, вот бросок в ближний верхний угол. И счет становится в 2-5. Конечно, мы понимаем то, что наши ребята очень большие усилия и на выезде в первую, во второй игре очень. Как бы, ну, здесь такие вот ошибочки. Повнимательнее относиться к моментам. И попроще надо. Вышла шайба из нашей зоны. Все, ждем дальше. Пусть они бегают, им надо.